Здравствуйте! В этом выпуске программы между финишем и стартом вы увидите обзор зимнего сезона во всех основных дисциплинах автоспорта России. И начнем мы с гонок, которые запросто могут посоревноваться в популярности с Формулой 1. Это ралли. Пена и Лахденпохья. Новый регламент российского раллийного чемпионата снизил минимальную протяженность спецучастков каждого этапа со 150 до 120 километров. Этим и воспользовались устроители гонки в Пена, открывавший сезон 2009. Дистанция включала в себя всего 6 допов и прошла за один день. Успех прочили скандинаву Патрику Флодину. Но все оказалось не так просто и очевидно. На одном из трех допов лучшее время действительно осталось за Субару Флодина. Однако два других выиграли Андрей Жигунов и Александр Жолодов. Вся эта тройка держалась в интервале 20 секунд, что выглядело довольно многообещающе для россиян. Однако во второй половине гонки швед сумел значительно прибавить, а вот россияне этого сделать, к сожалению, не смогли. Решающим оказался пятый спецучасток, носящий название Карена. Флодин промчал доп на все деньги, а вот уступающий ему лишь 7 секунд Жигунов наделал ошибок и сразу заметно отстал. После этого вопрос о победителе первого этапа чемпионата был окончательно решен в пользу Флодина. В классах Р3, Р2 и Р1 хозяевам трассы также пришлось потесниться на подиуме. В самом быстром Р3 лучшим стал эстонец Каспар Койтла, выступавший на переднеприводном цивике. В Р1 победу одержал пилот из Украины Руслан Кучер на Ситроэн Саксо. И лишь в категории Р2 отечественные пилоты взяли небольшой реванш. Золото заработал ижевчанин Ирак Даутов на Ситроэн С2. На втором этапе в Карельских лесах основные действующие лица остались все те же. Швед Патрик Флодин, выступающий под флагом российской конюшни, успенский ралли техника и два москвича Андрей Жигунов на Митсубиши и Александр Желудов на Субару. После двух зимних гонок участники открытого чемпионата страны взяли четырехмесячный тайм-аут. Следующим этапом национального первенства будет июльское ралли «Россия» в Выборге. В треке этот сезон выдался очень насыщенным. Во-первых, уже второй год подряд у спортсменов два шанса быть лучшим из лучших. Ведь гонки звезд у нас теперь две. На любой вкус, так сказать. Первая гонка на Кубок президента Российской Автомобильной Федерации проводится по традиционным трековым правилам – таблице 16. Основные ставки делались на Алексея Дудукало и Алексея Васильева. Но уже после 12-го заезда стало ясно, что Дудукало потерял последнюю возможность побороться с Васильевым за победу в этой гонке. В очной схватке Ситраин Васильева одержал уверенную победу, оставив сопернику на «Форде» всего лишь второе место. А вот в 16-м заезде произошла самая тяжелая авария этой гонки. На последнем круге заключительного заезда, когда до финиша оставалось всего несколько секунд, автомобиль Марочкина уткнулся во внешний бруствер и его развернуло поперек трассы. В этот момент Андрей Романов, выходивший из виража последним, поздно заметил опасность. Избежать столкновения уже было просто невозможно. «Фиеста» Романова на большой скорости врезалась прямо в водительскую дверь. Удар был такой силой, что не выдержал даже каркас безопасности. К счастью, гонка не была омрачена серьезными последствиями. Оба пилота отделались легкими ушибами. В общем, гонка звезд на Кубок президента РАФ завершилась убедительной победой Алексея Васильева. Второе место занял Сергей Любченко, а бронза у Алексея Дудукало. Для второй гонки звезд специально в Тушино была построена абсолютно новая трасса. Гонщикам пришлось ездить не по овалу, как это традиционно бывает в зимнем треке, а по чуть более сложной траектории с одним правым поворотом. Задача у всех 22 экипажей продержаться на трассе 120 минут и приехать не ниже шестой позиции, чтобы попасть в суперфинал, где уже и будет решаться судьба хрустального трофея и звание победителя гонки звезд. Кто-то, как, например, Алексей Васильев, Кирилл Ладыгин и Алексей Дудукало предпочли ехать в одиночку. Другие, как Михаил Ухов, пригласили в команду напарника. Но пит-стоп и обязательная смена покрышек обязательно для всех. Лучший результат 92 круга за 120 минут показал Кирилл Ладыгин на автомобиле «Лада Калина». Всех финалистов усадили на одинаковые, насколько это возможно, автомобили «Рено Лаган». Какому пилоту достанется та или иная машина, определила жеребьевка прямо перед стартом. Все сделано для того, чтобы максимально уравнять шансы пилотов и выявить, у кого же все-таки выше мастерство. Ладыгин, как победитель длинной гонки, первым выбрал дорожку. А дальше просто не оставил никому и шанса на победу. В первом и третьем заезде Кирилл возглавлял гонку от старта до финиша. А во втором ему пришлось погоняться за Жарковым. Но и это не изменило ровным счетом ничего. Три победы из трех возможных сделали Ладыгина обладателем хрустальной шины. А когда дело дошло до очной схватки с пилотом Формулы-1 Нельсоном Пике, интрига рассыпалась уже в первую секунду. Старт Ладыгин провел несравненно лучше и на протяжении семи кругов только укреплял свое преимущество. С отставанием в 2,2 секунды Пике финишировал вторым. Несмотря ни на что, я рад, что снова вернулся в Россию. В прошлый раз было слишком тепло, а теперь я наконец-то увидел много снега и испытал на себе температуру в минус 10 градусов. Трасса, в принципе, она по гонке менялась, покрытие. Естественно, с каждым кругом раскатывали дорогу и было все скользея и скользея. Времена падали, было все труднее оказаться, то есть не вылететь за пределы трассы. Надо было на пределе ехать на концентрацию. Что касается чемпионат России, то тут тоже все оказалось непросто. Хотя начался он вполне мирно. На первом этапе в усадах в самой мощной группе Н1600 победу одержал Кирилл Ладыгин. Второе место досталось Владимиру Череваню, а третье – Евгению Аксакову. Оставшиеся два этапа прошли на хорошо знакомой всем трековикам трассе в Раменском. 1 февраля победителем стал хорошо известный по выступлениям в европейских кольцевых сериях Алексей Васильев. На автомобиле «Ситроэн Саксо». В перезаезде за первое место Васильев одолел триумфатора предыдущего этапа «Ладыгина». Бронзовым призером в Раменском стал пилот Алексей Дудукало на автомобиле «Форд Фиеста». На третьем и заключительном этапе уверенную победу одержал заводской гонщик автовазы Кирилл Ладыгин на автомобиле «Лада Калина». Он же и поднялся на подиум как чемпион России 2009 года, имея в своем активе две победы из трех возможных. Дудукало, заработав на финальном этапе «Серебро», стал вторым и по итогам сезона. На третью ступень подиума финального этапа поднялся Алексей Васильев. Но в чемпионате бронза досталась Владимиру Череваню, проехавшему сезон на хэтчбеке «Хонда Циви». На этом приятная часть закончилась. После финиша третьего этапа техническая инспекция выявила несоответствие с требованиями регламента сразу шести автомобилей. Во всех случаях, вопреки правилам, была дополнительно нагружена передняя часть автомобиля. Такая примочка позволяет стартовать гораздо лучше и чувствовать на трассе себя куда как увереннее соперников с легкой мордой. После недолгих разбирательств результаты третьего этапа у Ладыгина, Нуждина, Васильева, Любченко, Жаркова и Череваня были аннулированы. Победа в этой гонке, а вместе с ней и титул чемпиона России перекочевал к Алексею Дудукало, который, кстати, уже становился сильнейшим в Н-1600, в 2005, 2006 и 2008 годах. Но и на этом страсти по треку не закончились. В середине марта Совет РАФ по спорту окончательно утвердил итоги официальных соревнований 2009 года. И для многих они оказались совсем неутешительными. Нечестных спортсменов решили наказать по всей строгости и лишить их не только очков за финальный этап, но и баллов, заработанных на первых двух гонках. Таким образом, у Алексея Васильева, Аркадия Жаркова, Кирилла Ладыгина, Сергея Любченко, Сергея Нуждина и Владимира Черевани оказался совершенно пустой багаж очков. Но и это еще не все. За отказ предоставить автомобильно-техническую инспекцию по окончании третьего этапа Советом назначен штраф в 30 тысяч рублей Аркадию Жаркову. Аналогичный штраф должен выплатить и Васильев, но уже за систематическое несоблюдение требований регламента и отказ подчиняться указаниям официальных лиц соревнований. Теперь внимание! Титул чемпиона в зачетной группе Н-1600 теперь уже окончательно и бесповоротно присужден Алексею Дудукало. Вице-чемпионом после подсчета честных очков стал Евгений Аксаков. Бронзу чемпионата отдали Борису Шульмейстеру. Вице-чемпиона Зимой удавалось вывезти больше двух десятков машин единовременно. Лидер прошлого года Анатолий Кириллов этой зимой на трассе замечен не был. Основными претендентами на золото стали Вячеслав Медведев, Сергей Кусиков и Федор Войтов. Зато у юниоров лидерство Николая Крыгина можно назвать бесспорным. Несмотря на несколько тяжелых заездов и два серьезных переворота, Николай стабильно лидирует в юниорском чемпионате. А его постоянные соперники из московской команды Чурашов и Сарана слишком часто пропускают соревнования, а потому и могут удержать себя в нужной форме. Посмотрим, не пошатнется ли это лидерство летом, когда под колесами у этих монстров будет не снег, а вязкая почва. Конечно, мы не можем обойти вниманием депутантов этого зимнего сезона универсальный класс легенды. Универсальный в том смысле, что эти машинки с мотоциклетными моторами одинаково хорошо себя чувствуют как на асфальтовом извилистом полотне, так и на заснеженном овале. Зимний сезон заканчивается только в конце апреля. Сами гонщики отличают лето от зимы только по покрышкам. И о последних двух гонках мы подробно расскажем вам в наших выпусках программы «Между финишем и стартом». А пока подведем предварительные итоги первых трех этапов. Первый этап, или так называемая «рождественская гонка», состоялась еще в декабре. Несмотря на мороз, снега на трассе почти совсем не было. А потому утеплившиеся пилоты поехали по обычной летней траектории автодрома «Москва» на зимней резине без шипов. На первую ступень гидестала удалось подняться Шате Абхазаве. Второе место заработал Александр Смоляр, а третье – Алик Тухватулин. Второй этап стал зимним в полном смысле этого слова. Окончательно не замерзнуть пилотам помогла только жаркая борьба на трассе. Наверствуя упущенное в первой зимней гонке, уверенную победу одержал Рубен Шумеев. Дмитрий Добровольский, который приобрел машину всего за сутки до соревнования, заработал серебро. А победителю прошлого этапа Шате Абхазаве из-за проблем с техникой пришлось довольствоваться только третьим местом. Третий этап порадовал пилотов новой трассой. И лучше всех к новым условиям удалось приспособиться пилоту зеленого авто. Снова Рубен Шумеев стал победителем гонки. Второе место завоевал аккуратный пилот Марк Филатов. А на третью ступень поднялся Шата Абхазава. Впереди этих пилотов ждет еще два этапа на трассе в Мечково. А нас с вами летний сезон. И как всегда, отчеты обо всех самых интересных событиях в мире автоспорта смотрите в программах между финишем и стартом. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ